здравствуйте вижу девочки уже соединяются ждем леночку добрый день с праздником спасибо скажите как меня слышно сразу добрый добрый девочки поставьте плюсик если меня хорошо слышно а мы ждем сейчас лена к нам придет танюша слышно да спасибо всем привет вот как вас уже много хорошо слышно видно отлично вот и лену вижу здравствуйте леночка ну привет ну вот первый раз с тобой увиделись живьем так сказать ну давай здороваемся с нашими девочками у нас уже много до присоединилось мы поздравляем всех с таким праздником светлой пасхи да девочки честно мы с леной даже как-то не подумали что мы запланировали наш эфир на такой праздник ну может это даже и к лучшему далина как ты думаешь конечно то есть твои планы хорошему может быть такое совпадение только хорошему представляешь ну я только потом подумала боже это же пасха как там наши девочки думаю все отмечать будут но нет смотрю много человек к нам пришли очень рады видеть девочки спасибо вас тоже да ну леночка чего начнем давай наверно начнем откуда ты потому что вот я сегодня я знаю откуда ты и я посмотрела сколько километров между нами знаешь сколько скажу 7697 от минска до горно-алтайска представляешь далековато мы живем в сибири так вот если взять россию то где-то посерединке получается от москвы 4 часа часовой пояс разница до владивостока тоже 4 часа в общем это посерединке я живу в республике алтай город горно-алтайск у нас очень небольшой городок можно сказать профи провинциальный несмотря на то что это столица республики республика у нас очень маленькая у нас в горно-алтайске проживает порядка 60 тысяч человек ой такой маленький совсем а во всей республике 250 что-то такое тысяч ну как большой микрорайон миллионники в городе вот такой маленький городок но я сегодня узнала что оказывается с минска к себе вот в твой город летают самолеты да прям прямой налажены у нас неплохое авиасообщение правда же есть дороги у нас нет ближайшая станция ста километра в городе биски но да мы с внешним миром очень даже так плотно вот я все время поражаюсь все таки вот интернету да между нами почти 8 километров а мы с тобой вот прям хочется тебя знаешь вот обнять вот здороваемся с девочками которые к нам пришли да юлечка лагинская да которая недавно тоже была у меня с удовольствием посмотрела ваш эфир интересно было да спасибо мы видели пообщались тоже там с тобой немножко очень приятно что ты приходишь на мои эфиры сейчас вот стараюсь как-то больше пока девочки большинство на карантине многие не работают я думаю для них это замечательно будет и послушать да и опыт узнать конечно поближе вот ну лен смотри ты у всех на слуху да лена нави ну вот действительно у меня даже позорок начинался кто не знает лена нави ну вот кстати интересный факт ведь нави это не твоя фамилия нет да а многие думают что это твоя фамилия вот расскажи нам свою творческую деятельность рукодельную начала очень давно у меня было много увлечений и еще тогда давно назарень но ну как только у меня родилась вторая дочь и сейчас 12 лет не в голову пришел вот этот никнейм изначальных букв имен моих дочерей настя и вика на и вот как-то так оно прижилось при прицепилась очень неплохо нави нави вроде как что-то кто-то даже ассоциации какие-то что-то вроде это нави новая жизнь что-то новое в какой-то игре есть клан нави в общем замечательно просто уже мне кажется по-другому вот ну вот тебя даже если ну фамилию твою я не знаю да как то уже все знают себя именно как нави да да и как то я потом уже пришла к тому что еще почему был удачный такой коротенький и простой никнейм это потом очень облегчает поиск и вообще чем проще твое имя вот в социальных сетях в интернете вот в рукоделии даже чем проще название аккаунта тем она лучше он быстрее расходится лучше запоминается запоминается да я у меня было пару раз такое что я теряла те аккаунты которые очень ну понравилось мелькнула а потом вспоминаю и вот этот вот набор букв который мне никак не не склеился и не запомнился так и не смогла найти это осложняет а вот коротенькие такие видишь юля пишет а я думала что это из фильма аватар там народ на вот-вот-вот-вот там нави говорят но вот на вида знаешь я думаю вот сразу хороший совет девочкам вот у нас даже когда и на курсе учиться на разборах аккаунта они спрашивают именно какой ник вот не могут придумать и придумывают такие ники там и какие-то слова непонятные на глаз непонятные и цифры туда еще список несколько слов через вот это нижний даже набрать тяжело да не то что запомнить вот поэтому девочки делайте ники попроще ну у меня другая ситуация была понимаешь мне придумала дочка ник я даже не знал вообще как он переводится потому что просто не нужно было сделать страничку и так вот он у меня и остался но он по крайней мере звучно и как-то запоминающийся сразу но очень много уже похожих или палочками да да согласно или повторяю да я уже столько видела поэтому уже никуда не денешься я уже не могу менять потому что да уже тоже как как марка да узнаваемо да вот ты мне скажи я тоже прочла недавно у тебя там пост в стареньких я там покопалась сколько у тебя было разных увлечений вот хотя бы вот две минутки вот у тебя такой большой список да именно творческих да расскажи девочка что когда я в декретном отпуске сидела со второй дочерью меня произошло не знаю с рождением дочери рождение меня какое-то повторное именно в творческом плане меня вообще понесло что называется но что еще тогда интернет получил уже такое широкое распространение у нас появился компьютер с выходом интернет первый тогда но вот и но меня социальные сети там одноклассники еще что-то особо не цепляла но очень цепляла возможность обучаться не выходя из дома я очень подсела тогда помню на бисера на бисер вышивки из бисера плетение из бисера объемных фигур я стояла возле комода чтобы ребенок не мог забраться эти все бусинки взять все это стоя аж пятки горят под конец дня стоишь там колупаешься вот а потом дальше больше и и и и шерсти я валяла и картины цветные шерсти делала и фоамираном занималась и вышивкой крестиком и что еще софт этот свет дизайн оформление сладких букетов лепку из холодного фарфора реалистичные цветы обалдеть бумаги в общем это когда читала все не запомнила да это много у тебя и что интересно как бы у меня натура такая видимо пытливая я вот стараюсь добиться определенного результата чтобы это реально стало получаться получаться красиво ну и вот когда этого добивалась вроде бы и дальше бы развиваться у меня пропадал интерес чего не произошло у меня с трикотажной пряжей вот я и вот хотела кстати перейти на я настолько на нее подсела что называется но и вязать-то умею с детства а тут как бы новое видение вязание из вязание крючком вообще новое совершенно направление и и крючком-то вязала и раньше да да я вязала крючком с детства меня научила бабушка когда-то в первом классе еще училась а потом в седьмом классе я связала первую такую работу которая гордилась очень и мои родители я покрывала связала на себе на кровать и но тогда был дефицит это были 90-е годы и дефицит в материалах помню папа мне привез из минска пряжу сиреневого цвета очень такую красивую прямо упаковочку мотков у нас вообще не продавали он был в командировке и привез оттуда так вот мое желание вязать было таким сильным я связала одну кофточку походила я распустила смотря другую связала другую и связала в третий раз из нее же она уже потеряла всю эластичность уже крючком вязала да и крючком и спицами я и то и то умею вот но крючком мне нравится больше мне кажется крючком быстрее крючком виднее что ты вяжешь а сейчас вяжешь спицами нет уже давно уже давно не пролазь за них нет я попыталась пряжи трикотажные связать спицами да это интересно как бы получается все но все равно вот не то и потом спица ограничить даже вот если на леске вязать но как то я не знаю не зацепила меня крючком все таки как-то но я бы тоже вот с детства я спицами вязала бабушка меня учила вообще самого детства тоже свитера там вязала разное потом и бужу вязала а крючком вообще не умела вот крючок я только уже вот с пряжей с трикотажной да научилась ну смотри мы с тобой начинали в одно время я не поленилась перелеснула полторы тысячи постов да и я нашла дату 22 мая 2017 года а у меня будет август да вот лишь мы с тобой будем три годика отмечать вот скажи вот ты когда создавала страничку ты самая создавала да в инстаграм самая создавала до этого были страницы личные но когда я поняла что я этим буду заниматься буду долго заниматься всерьез и мне хотелось показывать то что я сделала мне это все безумно нравилось тогда я завела еще один аккаунт отдельно только вот для этого для вязания с трикотажной пряжи да это первые работы это первый пост это не первая работа но первый пост да первый пост вот представляешь сколько я прилопатила это долго да но мне самой стало очень интересно думаю какая же там у лены первая работа вот так что девочки кто начинает кто переживает что там что-то не сразу идеальная хотя лена мне кажется уже первые были хорошие работы и знаешь я даже сфотографировала комментарии так вот у нас пишет это ваша самая первая работа лена спрашивают но ты говоришь что это не первая до работа вообще-то это не первая была работа это был первая выставленный пост первой работы а это уже из частично искупленной пряжи я тогда не помню что это было за пряжа и частично я трикотаж какой могла найти в наших магазинах покупала вот это чулком резала и сама вытягивала вот эту пряжу а самая первая была до полностью искупленного здесь коричневые серые с белым что-то я связала первую корзинку узором косые галочки то вот эти вот двойные или галочки как назвать там с коричневыми нитками да 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 я сейчас покажу вот и смотри тоже здесь комментарии кто-то тоже не поленился лена добрый день я пролистала до конца ваш профиль интересно то есть не одна такая тоже вот из первых работ да я даже знаешь лена обратила внимание вот смотри где цвета переходят видишь еще не умели ровно от ряда к ряду да 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 еще специально девочкам показываю что девчули да все нужно набивать всю руку да поэтому потому что был такой вопрос у меня под постом который тебе сдавали как добиться ровных галочек но все опытом только практика я тогда мы начинали еще такого большого количества информации обучающие не было не было да чуть-чуть на youtube было и так далее да вот лопатить нет нет другая да но эти уже уже мне так нравились я помню но сейчас я смотрю на это немножко другими глазами конечно но я помню что я просто вот смотрела не дыша мне казалось боже мой какая красота и главное что под всеми твоими вот этими постами написано продано и да первыми корзиночками тоже все продано я все проверила я все раздарила но я уже этим делилась небольшим секретиком не секретиком как бы нюансом с начинающими истерицами когда они выставляют свои работы чтобы показать что работы ну интересуют что они пользуются каким-то успехом или еще что-то даже раздарено если даже вы подарили этот набор кому-то если у вас пришла соседка выпросила в подарок или там в мама напишите продана и все когда верно не подарена и нам именно продана продана у меня первые проданы они все вот и стоят у родственников в качестве подарков так но остальные я дальше покажу чуть чуть позже тогда знаешь что давай ка мы с тобой начнем я выписала вопросы которые девочки под постом писали ответим сначала на их вопросы да давайте что там что там юля пишет нам ай быстро уже тут 2017 походу это был золотой а юля тоже начинала 2017 которая сейчас на слуху разница может быть это действительно было то время когда до нас докатились эти работы я помню я смотрела первые же были не наши иностранцы там турецкие какие-то вот такие сайты где японцы или я не знаю но в общем я видела их работы совсем других стран других стран да именно заинтересовали тогда те работы я вот не скажу что я опиралась на кого-то из наших так вот смотри у нас пишет девушка красота разница чувствуется теперь я знаю что у меня есть шанс стать таким же мастером девочки шанс у всех у всех вообще это ну только работать до желания любовь максимум максимум мастерства я тебя не вижу так ну смотри вот я выписала вопросы как рассчитывать время чтобы хватило и на семью и на быт и на любимое вязание вот такой вопрос не ну понятно что мы все женщины кроме всего прочего еще обременены заботами о семье их никто не отменяет за нас никто не приходит этого не делает веночкой перебью да просто хочу сказать девочкам что ты же еще работаешь на основной работе я же говорю на нее работают маленькие человечки кто-то мне говорил что я китайцы тут подвале держу так все и думают ну в общем начнем с того что допустим что касается меня у меня работа сутками я техник связи и поэтому у меня суточные дежурства сутки отработала двое-трое дома поэтому естественно что у меня времени для своего вот этого увлечения хобби конечно больше чем у тех кто работает каждый день они бедные приходят суббота воскресенье два единственных дня когда надо умыть детей там все это не знаю все 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 сделать по дому успеть а вечерами приходя с работы нужно опять приготовить покушать проверить уроки и прочее прочее но все равно переделы все дела если вы действительно хотите вязать если это действительно вас увлекает настолько что у вас есть такое желание один-два часа вы все равно найдете на это перед сном я не знаю там ты ночью спишь вопрос такой но вообще я ложусь очень поздно так сложилось что может быть мои эти ты понимаешь к чему это фотографии это был адский труд но сколько сколько было двадцать но вот это вот да 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 но это видите был такой заказ еще перед новым годом тут кроме этого заказа куча еще вот такой оптовый но вот и да и вязала все свободное время тяжело тут было только то что одно и то же да скажи правда устаешь когда от одного и того же ну в общем смысл в том что если вы захотите вы час все равно найдете ежедневно на вот это вот дело и еще чем хорошо вязание стрикотажной пряжи сама на само вот изделие готово оно рождается очень быстро это не надо там миллион рядков чтобы получилась кофта до мелкой пряжи это все-таки крупные вязание достаточно быстро если ас если навыки позволяют быстро вязать так но можно за этот час вполне себе связать корзинку какую-то или понятно что более сложные изделия требует ну допустим там ни одного дня работы потому что час один час два другой день третий а это вот сумку например там это фурнитуру установить это ремешок связать вот этих сопутствующих много вот мелких на работ подкладку там сшить и пришить но это в общем пусть у руки шишу ну да такое количество я не знаю некоторые в перчатках даже вяжут если вот что много надо до связать но ты же лаза перчаток вяжешь без перчаток но у меня вот те места все-таки всегда манера держать крючок одинаковые плечо еще может вставать да и вот те места где мозоли у меня уже такие но не проходящие такие там вот на этом месте у меня такой прям уже конкретные на пальцы вот сначала эти места горели конечно мозоли были такие свеженькие приходилось пластырем залеплять помню тоже да да задубила уже кожа тут нормально болели кисти рук муж посоветовал мазать ибупрофен гель у него суставы тоже болят иногда вот я кисти помажу перед сном и спать по массажеру вот девочки слушайте кто много вяжет да ибупрофен гель не помог как-то на первых порах но я все равно вязала потом эта боль прошла и больше как-то вот я в кистях рук не чувствую то ли привыкание какое-то привыкание я думаю да вот это вот потом боль стала подниматься выше этой плечо это между лопатками позвоночник я для себя теперь сделала за правила через некоторое время обязательно гимнастику делать небольшую гимнастику да хотя бы вот эту вот похрустеть костями да вот наши еще хорошо делать упражнения у меня массажер специальный для шеи тоже вечером перед сном я себе массирую потому что иначе можно заработать какие-нибудь профессиональные заболевания уже связаны с вязанием это точно вот там я сразу спасибо большое за ответ пролистнула вот там девушка тоже написала недавно открыла для себя вид рукоделия этот так а какова реальность продажи ваших работ и насколько они пользуются спросом особенно сейчас я могу сказать что вообще в принципе на всегда запись у меня уже шла на месяц полтора вперед потому что я на каждую работу закладываю примерно пять дней учитывая что я работаю ухожу на сутки учитывая что могут какие-то непредвиденные обстоятельства произойти и вот на полтора-два месяца бывало вперед запись была но это всегда оговаривается заказчиками согласны ли они ждать такое время зачастую соглашались конечно большинстве своем но но вязала то я в итоге быстрее то есть я закладываю побольше времени но вяжу быстрее да тоже заказ большой да сидушки сидушки вот это тоже ты такие по моему много вязала да много да это для ванны наверное для ванны и туалета для ванны и туалета коврики вот заказами только вот этот месяц последний чувствуется что людей больше тревожат другие дела и они не готовы сейчас тратить деньги на вот что-то такое все таки это же не предметы первой необходимости а скорее так которые украшают наш быт вот и и когда времена потяжелее вот были какие-то тоже экономические тогда чувствуется спад до продажа но они все равно есть есть конечно я думаю себя очень забрасывает перед 8 марта и новым годом сапожками кстати знаете как я с леной познакомилась я у нее купила это вот 2017 год мастер паса вот этот сапожок новогодний я тогда его увидела боже ты тогда получил 100 рублей он что да да вообще алена еще боялась продавать ее ругала что продавать дороже такие шедевры но этот сапожок тогда он реально не никто не вязал ты была первая выстрел боже сколько я их тогда написала на новый заказов у меня сколько было и потом что-то я еще тебе покупала по уму ручку ручку для сумки тоже что-то там за 100 рублей мастер-класс вот так что я лену ругала что она дешево продает не только мастер-классы но и свои изделия но у меня как бы я ну как это назвать самооценкой нет я немного стесняюсь это с этим многие сталкиваются как установить цену это же основной да 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 вот может девочка интересно кстати тоже будет и заодно вот можешь сразу ответить как как продавать вот тут вот уже есть вопросы именно да не могут продать изделия свои вот как я могу только своим опытом поделиться я не могу сказать точно я могу сказать только что нужно если вы ставите для себя целью продавать изделия то нужно осваивать как можно больше площадок для продажи у каждого же по-разному у кого-то ярмарка мастеров хорошо идет выстреливает многие пишут про то что именно там продажи первые пошли а кстати ты есть на ярмарке мастеров я как-то пыталась есть я тоже да заводила магазинчик и как бы и так идут продажи это ни одной продажи у меня не было с ярмарки мастеров но я им не занималась там конкуренция очень большая да ну и как инстаграм допустим если уж и трудно вкладываться сто процентов вот на разные фронта как говорится да 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 времени не хватает да да а вот если бы допустим не инстаграм а ярмарка мастеров например и ты тоже если бы там вот на то бы я больше чем уверена что ты бы смогла развить там магазин и все было бы может быть даже успешно многие же там начинали вот опытные мастера вот я знаю как моя ольга старости на по окружеву она начинала с ярмарки мастеров она начинала с одноклассников это 10 лет назад еще не было инстаграм вконтакте и у именно клиенты пошли с этих сетей и она до сих пор их развивает да там может помогать потому что не знаю наверное нереально поэтому у нее вот везде у меня получается только с инстаграм в принципе ну с youtube иногда тоже ко мне приходит за продажами за мастер-классами я говорю что когда вы начинаете нужно везде везде вот чтобы ваши работы мелькали чтобы продавать их конечно чтобы продавать работы в первую очередь нужно работать над качеством работ над качеством фотографии над качеством подачи тут ведь сопутствующего тоже будем любоваться просто работа я посмотрела как эфир с юли вела что ты подготовилась прям фотографии я прям даже была но в этот раз я их уменьшила потому что у юли везде фотографии распознались я вот видишь все уменьшила мы всему учимся мы всему учимся каждым следующим шагом у нас все получается лучше и лучше что и с продажами тоже мы мы всему учимся мы учимся себя подавать изделия фотографировать рекламировать и так далее просто так у вас изделие не продастся если вы просто там ну как сказать связали и ждете да когда там все равно над этим тоже надо работать это пожалуй не меньше работа чем по сознанию изделия конечно как вот сначала вы заработаете себе имя потом это имя будет работать на вас сначала вы будете ну а как заработать имя заработать имя только качеством предлагаемого товара или вот изделий мне просто иногда ну как бывает что ну честно ну смотрите какие изделия у других прежде чем думать о почему у меня не покупает и то же самое и фотографии правильно как преподает изделие ну иногда так фотографируют оно может и красивое да она даже может хорошо связано качественно но фотографируют и камера грязная и так близко что не видно какая яска хотя я вижу что изделие очень даже симпатичная но все кадр здесь смазанный непонятно на каком там фоне согласно никто не купит однозначно да согласно это подача очень очень много я уже эфиры свои вела прямые касаемо этих тем что именно как развитие страниц инстаграме ну не то чтобы развитие просто делилась своим опытом как у меня получилось это все и в том числе там коснулась тема фотографирования ведь есть и сейчас всякие тренинги по этому поводу и бесплатно море конечно просто стоит набрать поискать и предметная съемка там или еще что-то и пожалуйста в этом для себя почерпнете я почерпнула я многое взяла вот из этих вот всяких источников там маленько там маленько что-то попробовала вот понравилось дальше пошла в общем нужно искать информацию нужно учиться развиваться и в этом направлении в том числе так вот вопрос мы тоже пропустили это я просто назад от листываю жалко что пряжа дорогая себестоимость получается дорогая и еще в работу надо заложить получается очень дорогое изделие ну а как да конечно любая ручная работа не может быть дешевой дешевой и тем более если качественный материал вы же можете и дешевая из пряжи ну тогда изделие так будет выглядеть правильно согласно согласно так у лены я тоже брала этот мк по сапожку это было шедеврально а я вязала по мк лена сани на стане это за свеженькие тоже стесняюсь продавать дорого девочки но не надо дорого дорого да реальную цену да у меня вот никогда проблем никаких не было вот я помню когда я вязала корзиночку я недавно где-то на эфире тоже рассказывала как я ее рассчитывала я сразу ну допустим вот такая корзиночка была я сразу считала как будто у меня ушел моток ниток туда хотя естественно моток туда мне не уходил и прибавляла столько же допустим если в белорусских рублях 10 рублей я прибавляла еще 10 рублей 20 рублей все я так продавала у меня уходило мне никто не говорил что это дорого мне еще грилёч это ты дешево продаешь хотя бы паладину добавляйте я согласна никогда не смежала цены цены туда нужно соблюсти баланс и не задрать цены и в то же время не уйти в минус да 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 конечно если вы вяжете много и вам хочется вязать то волей-неволей вы возьмете количеством все равно если вы будете продавать не очень дорого я тоже рекомендую особенно если вы начинающий мастер то цен цены чуть давай башки других да да чуть ниже привлечь их вот этим что у вас не так дорого вот того же качества изделия но цена гораздо более привлекательная и вообще любой начинающий мастер не будет сразу же устанавливать большие цены собственно это просто ну как нецелесообразно и любое дело вот я которая начинала я тоже другие разные виды рукоделия на у меня начиналась цена ну буквально там чуть-чуть надбавить над себестоимостью лишь бы продать лишь бы пошел слушок лишь бы про меня начали говорить там вот в городе например я продавала вот эти букеты из конфет свет дизайн и вот это сарафанное радио очень быстренько разнесло о вот скажи как сарафанное но девочки тоже пример лены да что она из маленького городочка да вы иногда тоже мне пишите о я в маленьком городке при том пишите не 60 тысяч а побольше вас население и что вы не можете продать и не можете раскрутить вот вам пример договаривалась с отделами в торговых центрах какими-то все равно где-то какие-то знакомые есть чтобы поставили там мою корзиночку где-нибудь там на прилавочке сбоку давай поменяем это поставлю мне нравится эти корзиночки да корзиночки я помню вот этими да уже классные да слушай меня вот давай сразу тогда пока не пропустила вот девочки тут вопрос спрашивают и в комментариях вы сами снимаете мк или вам помогают и вот вопрос тоже был под комментарием как вы снимаете видео мастер-класс вам кто-то помогает или какое-то специальное оборудование или у вас команда работает ну наверное давай я часть отвечу да я наверное думаю все мастера кто снимает мастер-класс они снимают сами на то он и мастер что он должен показать свои руки и как он что делает этими руками да ну а я мастер-классы снимаю сама и тоже конечно в этом тоже есть определенное развитие то есть раньше мастер-классы первые мои мастер-классы я снимала несколько иначе и я к этому пришла позже я стала снимать уже горизонтальном таком формате чтобы широкоформатный был чтобы можно было на компьютере смотреть интереснее а не так как для инстаграма да винтика вертикально я купила лампу подсветки но она вот я видела у тебя классная такая с держателем помнишь ты показывала ты именно есть снимаешь да нет я снимаю другим держателем на котором сейчас у меня непосредственно он у меня крепится к столу вот очень удобный но я еще и эту лампу взяла ну вот когда прямые эфиры начались потому что ну чтобы подсветка была получше но и думала при съемках мастер-классов использовать пару раз использовала и все-таки на для себя сделала вывод что ничего лучше дневного света нет я стараюсь снимать при дневном освещении у меня стол у окна находится поэтому вот потом значит мастер-классы программы там уже для монтирования я уже другие нашла тоже мне пришлось какой ты пользуешься я вот какая-то шо ну я в общем я высылаю я у меня она стоит в этом но многие пользуются я так смотрю в интернете а ты в телефоне да очень распространенная я все делаю телефонами ничего не делаю дополнительно на компьютере или камеры какой-то фотоаппаратом у меня все делается на телефоне вот но как снимаю мастер-классы сейчас в основном снимаю материал потом я его монтирую потом я провожу монтаж дубляж имеется ввиду накладываю голосы поясняющие все где-то там титры а ты голос сверху да накладываешь да да я голос накладываю сверху почему я пришла к этому мнению бывает в процессе вязания хочешь какой-то момент пояснить а я не могу почему-то и говорить и вязать одновременно а я уже наоборот я так научилась после 140 роликов я могу смотреть телевизор и вязать могу слушать книгу вязать кстати это мое любимое дело которое я во время вязания делаю слушать аудио я тоже очень люблю а вот говорить и вот я когда начинаю пояснять какой-то момент я замираю а время то видео идет а все-таки для монтажа и для хранения для перекидывания лучше чтобы видео были все-таки покомпактнее и вот чтобы это все не растягивать да ну и какие-то моменты там ускорить обрезать и так далее тут конечно приходится монтажом заниматься отдельно вот сразу те спрашивают а мастер-класс по фото есть и можете ли дать мастер-класс по созданию мк оба уровень какой-то да да обучать почему нет ну почему нет в принципе конечно все это возможно и будет в будущем но еще вопрос где можно посмотреть информацию о том как записать мк я сейчас по ютубу разрабатываю курс да как вести аккаунт но тоже почему нет понимаешь все же по-разному снимают мастер-классы ну да я слышала такое мне ко мне писали обращались что бывает и купят мастер-классы не дешево а в итоге не непонятно что купить непонятно да 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 я такое тоже слышала да газ или вы игрушки нет я нет я связала несколько ну как же нас же это все я что не увижу красивые мне все это хочется повторить и сделать я связала несколько игрушек у меня для дочери я и кукол тильды шила и вот эти вот кругленькие-то с глазинком бусинками с волосиками все это было я очень люблю я вот только шила помнишь я эти панно шила коврики из пузырей да 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 помнишь боже у меня пальцы я думала тогда вообще я шить не люблю я поэтому перестала потому что я поняла что я их убью добью а вязание что-то мне больше нравится хотя очень интересная идея была с этими пузырями у меня заказывали но я просто тоже физически не справлялась и это очень долгая работа я одно панно там метр месяц делала но еще бы ничего себе ручной абсолютно а я как потом посчитала сколько это реально стоит я просто такую же цену заламывала что у меня уже потом заказы но как вариант так скажите пожалуйста как долго вы вязали не продавая то есть дарили вязала на полке сказать абсолютно что первый год от создания страницы у меня ушел на то что я нарабатывала аудиторию я не нарабатывала еще себе заказчиков и просто не было единичные покупки 12 там были это большей частью просто знакомые но целый год я вязала выставляя практически ежедневно пост снова да это я помню да и бомбила до ежедневный после я у меня было это за правило что каждый день я должна что-то показать но и соответственно число подписчиков увеличивалось и очень существенно помню сразу начали турки подписывать на Бразилия да да мы на них поднимались тогда правда мы же не продвигали вообще мне рекламу не делали но за счет того что мы вставляли каждый день реально мы каждый день выставляли посты это просто было Ежедневные, да И поэтому, конечно Вязать в пустоту, на полочку Это очень тяжело Морально, очень затратно Потому что ты материал Ты все равно покупаешь И нужно из семейного бюджета Постоянно эти денежки забирать И еще неизвестно, вернутся ли они И когда они вернутся Но ничего не бывает сразу Любое дело В любом бизнесе требует первых вложений И если вы через полгода Хотя бы на ноль выходите Можно считать этот бизнес уже успешным А потом, как говорится, пойдет прибыль Но в течение первого года Я просто работала На полочку Второй год уже стал более Таким продвинутым В этом смысле у меня появились заказчики Появились постоянные заказчики И знаете Число подписчиков тогда Прям капитально скакнуло После трех тысяч подписчиков Первые три тысячи С большим трудом И потихонечку А после трех тысяч Как говорят, страница Уже стала сама на себе работать Как-то чик-чик-чик Число подписчиков И знаешь, как-то раньше Лучше продвигали Да Но и темпов я не снижала Я как-то вязала ежедневно Там пост Так и продолжала Единственное, что я сейчас Темпом Но я честно Я была одержима этим Вот вязанием Для меня вот Каждую свободную минутку Я вот утром встаю Мне на работу сегодня На сутки Я специально вставала На час пораньше Чтобы утром Еще часик Вот этот вот Успеть чуть-чуть повязать И потом только бежать на работу Естественно, прибегая с работы Быстренько все сделала Помыла, убрала Ну и надо сказать У меня была мощная поддержка От семьи От мужа От детей От родственников Это очень важно Правда? И это Меня тоже никто не трогал Нашла себя Сиди вяжи Да И это у меня было Всегда изначально Даже когда ребенок был маленький Помню, если я на заказ Сделала какой-нибудь там свит Ну, конфеты эти оформляла тогда Супруг у меня уводил Дочку в комнату Они там с ней играли Он все время говорил Маме некогда У мамы заказ Правильно И, конечно, поддержка близких Тут нужна Если вас будут пилить За каждый лишний Купленный моточек Пряжи Будет очень сложно Тут нужно будет договариваться А некоторые еще, знаешь Смеются Они воспринимают Серьезно Это еще, конечно Тяжелее девочкам Очень много, кстати Таких вот историй Мне рассказывали Поэтому это счастье Когда в семье тебя Понимают Не стоит обращать внимание На усмешки На смешки Относитесь к этому тому Как сказать Вы это делаете Для себя Чтобы реализовать себя Я бы, знаешь, еще больше К назлу, наверное, делала Да, да Чтобы доказать Что я чего-то могу На чей характер Как попадет Ну, вообще, да Я сейчас посмотрю Что там еще Так, как вы определяете цену? Ну, у меня есть У меня есть На YouTube Канале Эфир Посвященный этому Я его туда загрузила Если интересно Зайдите Посмотрите Как долго вы попадаете В Instagram Ну, этот вот уже Лена ответила Как вы определяете цену? Как наработать аудиторию? Ну, вот Лена сейчас Тоже рассказывала Как наработать Извините Если повторюсь Просто Ниша переполнена Да, сейчас, конечно Сложнее Чем было Три года назад Да, Лен? Все-таки Да Мастеров было меньше Да И мы друг друга Как-то все знали А сейчас Просто за три года Да Вот что ты посоветуешь Девочкам? Что посоветую? Ну, чтобы ниша Не была переполнена Дарите Куда деваться? Не жалейте Дарить близким Родным Коллегам На какие-то праздники Поверьте Это тоже принесет Свой плюсик Потому что К ним придут в гости Посмотрят А они скажут Вот вы знаете Это вот Лена у нас Так вяжет Замечательно А вам раз Позвонят Попросят Закажут А вы им Бац Предложите из наличия У вас раз Наличия много Но держать просто так Их в мешке На полке Тоже не имеет смысла Договаривайтесь С какими-то Торговыми точками Я вот арендовала Одну полочку Маленькую В одном отделе Просто я платила 500 рублей в месяц Чтобы У нас тоже так вот есть Да Чтобы стояли Там мои вот работы Нужно ходить Да Ходить Я побегала Помнится по городу Со всеми этими Авоськами Со всеми этими Корзинами И на ярмарке Куда-то увозила Отправляла Ну в смысле Узнавала Что кто-то из знакомых Едет там торговать И предлагала им Мое взять с собой Они брали А потом меня даже Просить стали Что дай Мы свозим Твое Вот Но понятно Делала Девочкам Девочкам дарила И у меня очень много Потом заказов Шло оттуда И не только корзины Они там рюкзаки И сумки Заказывали И еще вот я сейчас Вспомнила Я как-то в мебельный салон Тоже у меня взяли Какое-то количество Корзин Там штук 10 Или 15 Они стояли 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 Что-то там Может по 1 или 2 Там только Ушли А потом Бах оптом Скупили Кому-то на подарки И еще заказали Такое же количество То есть да Вот везде Надо Не бояться Я ходила На показ моды Просила Чтобы модели Сфотографировались С моими сумками Просила Потом этих модельеров Чтобы они это Выставляли у себя В аккаунтах Но ходить надо Да Вот я реально Просто бегала Везде Вот сумки Корзинки Все 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 Везде Да Но зато Потом был Хороший Да Приход Клиентов Поэтому То что вы Просто выставите Одну фотографию И будете ждать Когда у вас Ее купят Этого наверное Недостаточно Так Посоветуйте Лучше сначала Навязать И потом Выкладывать Или выкладывать По мере вязания Боже Если я бы Такой вопрос Даже никогда Не задавала Я просто вязала Да Да Вот не задумывалась Серьезно Просто вот у меня Как бывало Раз уж я в день По новой работе Какой-то решила Выставлять То бывало такое Что я в течение Допустим Свободных суток Или выходных Навязала Три-четыре Корзинки Понятно Понятно что Не имеет смысла Их в раз Бабак За один день Там все эти Посты Выставить Со всеми Этими работами Нафотографируйте Сделайте Хорошие фотографии При дневном свете С хорошим фоном Подкорректируйте Там их чуть-чуть И каждый день По одной Выставите Работе У вас же Не получается Вязать Например Каждый день Вообще Абсолютно По новой работе У меня часто Так бывало Что я в день Навязывала Две-три-четыре работы А потом Просто потихоньку Их А складывается Впечатление Что я каждый день Там по работе Рождаю Да-да-да Хотя на самом деле Я может быть Усиленно поработала Двое-трое суток А потом неделю Я могла заниматься Чем-то другим Так Леночка Мне так жалко Слушай У нас 15 минут Осталось Обалдеть Нам конечно Что? Ничего себе Так время пролетело Нам два часа Однозначно Надо делать Давай тогда Так Буду дальше Смотрите Вы использовали Платную рекламу Таргет И только Вот буквально Последние полгода У меня действует Эта реклама И то Я сама Не разобралась С ней Я пыталась Фейсбук Но там вообще Темный лес Я там Ничего не поняла Сразу тогда вопрос А не делегируешь Никому рекламу? Почему? Да У меня сейчас Есть у тебя кто занимается У меня сейчас сайт Сайтом занимается Молодой человек Мой зять Любимый Он сделал для меня сайт Он Его курирует Как техподдержка Он этим занимается Хотя живет очень далеко Они живут в Краснодаре Вот И У него там уже тоже есть Какие-то ребята Он подтягивает Они же молодые Они в этом быстро Разбираются И Соображают И вот один из мальчиков Занимается Непосредственно В Фейсбуке Настройка Вот этой вот рекламы Сейчас Но там в основном Идет реклама сайта Я тебе даже скажу Что Вот этот мой пост Наш с тобой Исир Он тоже У меня продвигали Моя маркетолог Продвигала Наш этот пост Чтобы больше людей К нам пришли Тебя уделили Спасибо Вот Так Про рекламу ответили Нетактичный вопрос Если почитаете Именно Так Не отвечайте Настоящее положение С вирусом И прыжками доллара Количество Заказов Не меняется Ну вот Яна рассказала Я до конца Это не успела Развить эту тему Но да Вот этот вот месяц Вот этот Я почувствовала Что да Заказов Буквально Вот у меня сейчас Два заказа Только висит И все А у меня хорошо Мастер-классы покупают В этой ситуации Мастер-классы Да Вообще просто Понимаешь У меня каждый день Да Именно количество Покупают Потому что Наверное Девочки сидят дома И Я уже на все Мастер-классы Сделала скидку И поэтому Они у меня скупают Чуть ненько Девочки Жительно здоровье Да Очень знакомо Так Сейчас подожди Я еще посмотрю Какие у меня вопросы были Столько было вопросов Откуда берете вдохновение Ой Досмотрю Работы Других работ Других Мастеров Да Мастеров Вы знаете Талантов много На самом деле Смотришь Где-то Одно Зацепило тебя В какой-то момент В другом месте Цветовое сочетание Где-то еще что-то Вот пожалуйста Ну и в голове Там роится же все Поэтому А вот и здесь Такой был Про вдохновение Вопрос Видишь Я прям как чувствовала Моего мужа Раздражает Джуд По квартире И серьезно Не воспринимает Ну знаете что Добейтесь На зло Мужа Успеха Успехов Да И ему Джуд Очень понравится И ему понравится Джуд Будет сидеть Наматывать Вам помогать Приятный эфир Приятно вас слушать Девочки Лена Лето на ярмарке Или вас Катя Это наша местная девочка Где-то можно увидеть Вашу работу Нет Я сейчас уже Не отдаю На продажу Изделий Потому что У меня в наличии Практически нет Я вяжу на заказ В основном Так Леночка Любимые производители Ну Пряжа мята Ты же продаешь Да Ты как представитель Ну я Я от них была Как представитель Пряжи мята Здесь у нас В регионе Но в силу того Что у нас Очень мало Видимо людей У меня Заказы буквально На пряжу единичные Поэтому Смысла нет Проще В мяте заказать О Отличный вопрос Как вы относитесь К тому Что ваши работы Повторяют другие мастера Ой Да я рада Когда повторяют Слушай Вот я Да То же самое Да пожалуйста Ради бога Да Я не знаю Почему Многие Войны устраивают Войны Они ругают Другими Мастерами Да 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 Грязные истории Не хочется даже Рассказывать Ну почему Что вам от этого Убудит что-то Довяжите на здоровье Да Тем более у нас И в доступе Столько разных И советов И бесплатных Каких-то видео Другой вопрос Когда перепродают Твой мастер-класс Даже не переименовав Его И не Абсолютно Твои видео Это другой вопрос Это продажа Твоей его труда А когда ты Сделала свою работу Вдохновившись Работой Какого-то Другого мастера Сама сделала Сама Выставила Продала Да любому мастеру Это комплимент Что вы сделали работу Что она так понравилась Что вы решили повторить А у нас тут начинают Авторские Провадки Да это вообще Меня поражает Согласна Согласна Да О Лена Продила почти Все ваши МК Татьяна А ваши МК Где можно посмотреть В шапке профили На сайте У меня не так много платных У меня 140 есть На ютубе Смотрите пожалуйста Вот такие классные Почаще Вот Леночка И Лена Кор Очень Такой аккаунт Рекомендую Лены сумки Просто эксклюзивные Вот к нам зашла Да-да Знаю Знаю Сайты Лены Да Вы потрясающие девочки Да Леночка Так сейчас посмотрю Сколько у нас Еще 8 минут есть Хочется шефир сохранить Вот девчонки пишут Чаще Встречайтесь Действительно Столько тем Для разговоров Давай может просто Будем какую-то Узкую выбирать Тему Да И допустим Ты со своей стороны Я со своей стороны Какие-то советы давать Да Буду очень рада Мы хоть шли С тобой в одно время Но как-то Ну Каждого свои Там Нет у каждого Свой опыт Конечно Да Свою путь Потому что Действительно Вопросов очень много У девочек И нам час Видите Час пролетел Очень живой эфир Просто у нас Нет времени Да Еще вот есть Несколько минут Спасибо Девочки Это не потраченное На вас Время Это с таким удовольствием Вы просто не представляете Да Очень Очень хотела Давно с Леной Пообщаться Мне очень приятно Да Но тоже на это Нет времени Допустим Лена Можно немножко Переписку утреннюю Расскажу Да Я Лене пишу Слушай Я уже все У меня маска Из огурцов На лице А Леночка Ой Меня пачки Тоже ждут Пойдут тоже Да То есть Девочки Такие девочки Хотя мы Мы к вам Как на праздник Вдохновляюсь Вашими работами Спасибо Спасибо Леночка Давай вот две минуты Есть Пожелай что-нибудь Девочкам нашим Нет Дорогие мои Я от всей души Желаю вам Реализовать себя Это Это так важно Я занималась Разными делами Я Учил Получила два Других образования Работаю Совсем в другой сфере И в итоге Реализовав себя Вот именно В этом виде творчества Я стала по-настоящему Сто процентно Счастливым человеком Я не скажу Что я была раньше Несчастна Нет Но Это приносит Такое удовлетворение Моральное Вот это вот дело Поэтому пожалуйста Да Не опускайте руки Пожалуйста Творите У вас все получится Главное верить в себя И главное Уделить этому Время свое И все Больше ничего не надо Остальное все придет Все придет Девочки И скажи еще Если есть у нас Пару минут А девочки спрашивают Про эфир Сохраните Девочки 24 часа Кто позже пришел Можете посмотреть Какие у тебя планы Есть ли какие-то планы У тебя Вот помимо всего Что ты делаешь У тебя замечательный сайт У тебя Уже есть признание У тебя больше 100 тысяч подписчиков Покажите мне еще одного Мастера У кого есть больше 100 тысяч подписчиков Безуна Не знаю Не знаю Почему у меня Столько Большое Такое количество Подписчиков Но это конечно Тоже большое Признание Моего творчества Алена Ты об этом не думаешь Понимаешь Да Никогда не запускала Никаких специальных программ Хотя меня в этом Как бы подозревают Что что-то Как-то какие-то накрутки Я даже не знаю Что это такое Честное слово Все подписчики Мои живые люди Которых я бесконечно люблю Которым я бесконечно благодарна Без вас меня бы не было А в остальном Какие планы Планы вязания У меня сейчас все-таки В планах больше Развить мастер-классы Я на заказ Буду брать гораздо меньше Летом я вязать на заказ Не буду вообще Потому что мне хочется съездить Я надеюсь Ситуация с карантином Изменится Мне все-таки Хочется съездить в Краснодар Попроведовать дочь Вот И мне хочется отдохнуть Немного Но мастер-классы Обязательно будут сняты Новые мастер-классы Сейчас я больше вкладываюсь В развитие сайта У меня маленечко Там есть на ютубе Но я еще не ставлю Целью там Как-то развить ютуб Я просто туда скидываю Лена Это вообще Это все время уходит На этот ютуб Поди ты мне Тут надо что-то выбирать Видишь Я ушла В ютуб Заказы давно не вижу Потому что реально Время немного уходит Поэтому вот надо Какую-то нишу Себе все-таки Да Обозначать Невозможно Все объять Все объять невозможно А хочется А очень хочется А хочется Да Так Солнышко А ну еще две минутки есть Так Что нам девчонки Давай Большие умнички Спасибо девочки Спасибо за ваши мастер-классы Спасибо огромное Юлечка Спасибо Я там видела Зоя где-то в начале Нам тоже там С праздником Поздравляла Зоя Видела А Зоя Когда будет На эфире Зою Я жду Когда у нее пройдет горло А Зоя там болела Пусть выздоравливает Вот Сколько лет вы В этом С семнадцатого года Да С семнадцатого года В инстаграм Я стала выставлять Работы А ты Зоечку Тоже наблюдаешь Да Конечно Очень талантливая девочка Это моя Крошка Я с ней в Питере На творческой встрече Познакомилась Она мне организовывала Вот так мы с тех пор дружим Обязательно Зою позову Потому что она действительно Столько тоже добилась Сама за вот год Ну на самом деле Думаю очень интересно будет Очень достойных Мастеров много Много Мы их просто не знаем И объять не объять Невозможно Уследить невозможно Да Упомянуть всех Тоже невозможно Но девочки Поверьте За творчеством Многих из вас С удовольствием Наблюдаем С удовольствием Смотрим Просто не бывает Бывает не хватает Времени на общение Даже на лишний комментарий Потому что тут успеть бы На свое ответить Как говорится Но поверьте То что вы делаете Очень хорошо Это верно Да И я еще как могу Помогаю Девочкам Продвигаться Стараюсь больше Их в сторис Выставлять Чтобы о них узнавали Иногда даже какую-то работу Найду Интересного мастера Я даже не знаю Первый раз видела Я выставлю себе В сторис Мне не жалко Многие думают Что мне за это деньги платят Девочки Никто не платит Я даже не знаю Еще и работы выставляю Честно Да Просто мне нравится Работа Почему бы не помочь Мастеру Чтобы его узнали Зоя Вздоравливай О Светочка Моток декор Вы тоже Как мне тебя вытянуть Моток декор Свету На эфир Многие же бояться Не хотят Вот Лен Кстати Все Давай я тебе говорю Спасибо Солнце Минута осталась Чтобы сохранить Спасибо Танюш Тебе Что пригласила Мне было Очень приятно Да Желаю тебе Вот просто Такого человеческого Счастья Вот чтобы ты Все время Светилась Как ты сегодня Светишься И девочки Всем здоровья Скорее Чтобы вот этот Взаимно Этот акт Закончился Да Все от этого устали Но что делать Давайте вот пока Так общаться Так что Леночка Давай чаще Да Обязательно Объединяться Мы что-нибудь Придумаем Какие-то Обучающие Да Обязательно Да-да-да Все девчонки Еще раз всех С праздником Да давай Ты тогда выходи А я захватю Давай Танюш До свидания А как А все А крестик нажми Все-все-все Девочки Ну что Все Эфир наш закончился Спасибо большое Все кто были Кто не посмотрел Можете посмотреть В течение 24 часов Всем хорошего дня Отлично отметить праздник Всем мира и добра До свидания Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok